Привет, дорогие! Сегодня хочу опять поставить вас в известность об отчете по покупке дома для Центра Трансформации. Опять же, хочу начать с того, что хочу поблагодарить нашу локальную и глобальную семью. Дорогие, спасибо вам огромное за ваше участие, за то, что каждый из вас становится частью того, что делает Бог. Спасибо, родные, за то, что подключаетесь. Спасибо за ваши жертвы, за ваши молитвы, за ваши благословения, письма благословения. Если не можете пожертвовать, молитесь, помолитесь за нас, чтобы просто Богу... Коротенькую молитву, много не просим, попросите Бога, чтобы у нас был дом, нам абсолютно необходимо. Вы знаете, я вспоминаю историю, историю Моисея, когда Бог показал ему уникальный храм, он показал ему святое, святое святых, внешний двор, показал ему всю скинию. И самое интересное, что Бог абсолютно мог сыпать все золото сверху, но понимаете, это не наш Бог. Наш Бог не действует так, хотя он может это делать. Он хочет во все свои планы, он хочет включать всех. И самое интересное, что он именно сказал Моисею, дай клич, дай момент, созови всех и пусть принесут всех, что могут. И написано, люди с удовольствием давались, давались с радостью, со счастьем до тех пор, пока Моисей не остановил приношение, потому что было больше, чем достаточно. И мы верим, дорогие мои, что будет больше, чем достаточно. То же самое мы помним, как Павел, все апостолы, то же самое. Были инвестиции в них, были сборы, были благословения, чтобы они могли делать то, что делали. И поэтому, дорогие, просто опять и опять поощряю вас быть частью, давать, быть частью семьи. И я верю, дорогие мои, что даже когда вы приедете в гости сюда, в Сиэтл, у вас будет дом. Даже те, кто глобально, может быть, сейчас на данный момент не можете, знайте, дорогие, у вас есть дом. У вас есть персональное место, физическое место, куда вы можете приехать и чувствовать себя в семье, чувствовать себя как дома. Поэтому поощряю всех, дорогие, опять жертвовать. Под этим видео внизу есть все линки для пожертвований. И опять и опять благодарим вас. Итак, по отсчету. Сегодня 21 сентября. И у нас, вот смотрите, вот сейчас у нас, вот немножко, сделай так, чтобы всем вам, как обычно, было видно. Итак, мы на данный момент собрали 1 204 000. Нужно собрать еще 296 000. И на этой неделе было собрано 33 000. Поэтому, дорогие мои, вот посмотрите, да, то есть из всей суммы 1,5 миллиона мы уже собрали 1.2204 000 уже на данный момент есть на нашем счету, церковном банковском счету. Дорогие, опять же, еще раз и еще раз говорю, спасибо вам большое, благодарность вам, дорогие. И я верю, что мы придем к этой цели. Я верю в это чудо, которое Бог сделает. И мы увидим с вами реально то, что большинство людей говорят, невозможно. В это время даже забудьте. Отложите покупки на какой-то другой год. А я верю, дорогие мои, что Бог именно выбрал этот год, чтобы показать свое величие. Он именно выбрал этот сезон. Именно вот это шаткое время пандемии, непонятных вещей, непонятного, знаете, движения биржи, маркета. И ты понимаешь, что много чего очень нестабильно. Но Бог выбирает самое нестабильное время. Какие-то очень странные вещи. Чтобы показать свою стабильность, свою любовь. Чтобы показать, насколько Он любит своих сыновей, своих дочерей. И Он хочет подарить каждому из нас. Поэтому, дорогие, еще раз спасибо, родные. Молюсь за каждого из вас. Как обычно, хочу закончить молитвой и благословением. Я благословляю ваши дома. Я благословляю ваше здоровье. Я благословляю ваш приход, ваш бизнес-аккаунт, ваши счета, ваши работы. Вы будете меньше и меньше работать и больше и больше получать. Я верю, что многие из вас будут на обеспечении царства, царства Бога. Чтобы делать и быть функцией неба. Поэтому делайте верно. Будьте верными в том, что Бог вам дает. Маленькое, незначительное. Не обращайте внимания, дорогие. У Бога все значительное. Итак, что для Бога жертва? Для Бога жертва то, что жертва для тебя. Он всемогущий Бог. Он может все. Он делает все. Все ему принадлежит абсолютно. Но чтобы проверить твое сердце. Поймите, от начала до конца. Библия это жертва. Это проверка сердца человека. Что он может? Сколько он может? Дорогие, мы как центра трансформации. Вы знаете, те, кто следят за нами. На нас уже выросло целое поколение. Я не думал, что так все. Знаете, очень интересно. Быстро время проходит. Уже 15 лет. Уже 16. Вот сейчас будет в конце этого года, в начале следующего, нам 16 лет. Дорогие мои, что Бог делает через это место? И я верю, что пришло время иметь наше здание. Я верю, что пришло время расширить границы. Немножко начать делать больше, чем мы можем. Поднимаются команды. Расширяется служение. Поэтому я верю, нам нужно физическое место, где все это может жить, развиваться и расти. Опять же, дорогие, благословения вам. Спасибо вам большое. Держите нас в ваших молитвах. Мы благословляем вас. Благословляем, молимся за охрану над вами. Благословения и успех. Во имя Иисуса Христа. Эймен. Благословения вам, дорогие. До следующей встречи. Пока.